В преддверии саммита НАТО, который в Вильнюсе должен состояться, Владимир Зеленский, президент Украины, сделал интересное заявление. Без Украины Североатлантический альянс неполноценен. По сути, президент Украины рассказал, каким образом вооруженные силы Украины могут дополнить этот альянс. Как вы считаете, на что следует рассчитывать на ближайшем саммите? Ну, первое, я согласен с тем, что завершенная архитектура европейской глобальной безопасности в рамках Евроатлантического альянса без Украины несовершенна. То есть, еще, естественно, Швеция должна еще стать членом Евроатлантического альянса. Тогда замыкается архитектура северной части альянса. Юг – Турция, Греция, Болгария, Румыния. Ну и восточный фланг, естественно, без Украины этой архитектуры нет. Я здесь полностью с этим согласен. Я надеюсь на то, что на Вильнюском саммите мы услышим все-таки конкретное предложение и приглашение Украины вступить в НАТО, но по определенным градациям после окончания активной фазы боевых действий в Украине. Потому что пока идет активная фаза боевых действий. Стать членом Евроатлантического альянса невозможно, потому что здесь включаются вопросы 4-й и 5-й статьи Вашингтонского договора. Следующее, я думаю, мы услышим о промежуточных гарантиях безопасности для Украины на тот период, пока вот эта мертвая зона будет до и во время вступления в НАТО. Я думаю, это такие же гарантии, как были даны Финляндии и Швеции. Насколько я слышал, это будет гарантией безопасности в виде двухсторонних соглашений с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Германией. То есть, я надеюсь, что все-таки Вильнюсский саммит определит ту дорожную карту для Украины, благодаря которой мы будем понимать, когда, при каких обстоятельствах и в какие сроки мы должны вступить в Североатлантический альянс. Ну, я думаю, это и должно быть озвучено на саммите. И я имею очень большую надежду, что все-таки мы услышим о том, что Украина в определенные ближайшие сроки после окончания войны станет членом НАТО. Евгений, по поводу гарантии безопасности, пока мы не члены НАТО, пока мы ими станем и так далее, какие гарантии безопасности это могут быть? Ну, в первую очередь, это ядерный зонтик, потому что это три государства из этих четырех, которых назвал они ядерные. Для нас это очень важно. Второе, это постоянное обеспечение, пока есть вот такая ситуация разведывательной информацией, вооружением, военной техникой, вооружением и так далее, финансовая помощь. Ну, то есть, вот в этом отношении имеется в виду. Ну, а, естественно, по вступлению тогда мы уже полностью попадаем под зонтик пятой статьи Вашингтонского договора. Но самое главное, что для нас главное, это зонтик ядерной безопасности, который получила Швеция и Финляндия от Великобритании и Соединенных Штатов на момент до вступления на вот этот вот, как говорится, мертвый период. Да, по-моему. В Европейском Союзе и по позиции в Североатлантическом Альянсе. Они играют очень небезопасную игру и очень некрасивую игру, будучи членом Евросоюза, западного цивилизованного общества, членом Евроатлантического Альянса. И являются прямой, прямым агентом влияния Российской Федерации, связанной бизнес-интересами и политическими интересами и так далее. То есть мы говорим о правящей верхушке во главе с Орбаном и его командой. Поэтому здесь должно быть жесткое влияние. Вот посмотрите, у Венгрии существуют какие-то непонятные претензии к Швеции. Ну какие претензии могут быть у Венгрии к Швеции? Ну это вообще полностью. Я понимаю, у Турции определенные претензии, связанные с Курской проблемой, с рабочей партией Курдистана, с антитеррором и так далее. Возможно. Это я еще понимаю. И этот вопрос решается, и он решится. Но какое отношение негативное у Венгрии есть к Швеции? То есть, соответственно, естественно, будут деструктивные аспекты по отношению и к Украине. Но я думаю, этот вопрос будет решен. Я думаю, там влияние достаточно серьезное будет и со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза, Брюсселя. И я думаю, надо уже все-таки принимать определенные жесткие меры в отношении Венгрии. По Евросоюзу это надо включать механизм статьи 7 договора о Европейском Союзе. Это и о праве голоса, и о праве вета. В плане того, чтобы лишить. Есть механизмы лишения права вета, права голоса одного из государств Европейского Союза в случае нарушения демократических принципов верховенства права. Там есть много разных нюансов. Ограничить финансирование программ брюссельских для Венгрии и так далее. Действовать надо жестко. Потому что вот эта деструкция, которую мы видим со стороны Венгрии, она ведь не только касается Украины. Она ведь касается и других государств Европейского Союза и Североатлантического Альянса.